всем привет скопилось некоторое количество шин так что будет небольшой обзорчик ну расскажу тут есть бэушные которые я проехал есть новенькие вот разные в том числе даже удивительная есть штука 1 можно сказать я лоханулся конечно по ней так получилось но она интересная я раз такую шину вижу так вот первое кенда кеда это 32 на 622 короче все шины у меня будут 622 размерчик да и одна уникальная будет другая маленько ну то есть 28 размер понятно вот эта шина сейчас я покажу она такого образца как бы типа слик или несли но вот эти вот штучки то есть конечно рисунок какой-то но она плоская абсолютно я не первый раз беру эту шину это новая шина первый раз я брал ее в гомеле точно такую же это называется когда-то в гомеле я покупал такую в восемнадцатом году по моему тогда у меня крякнула а какая крякнул я не помню чем не крякнул а это еще в пятнадцатом году по моему что ли в пятнадцатом году я покупал по моему до стояли родные на дженте родная резина и она наконец-то протерлась спустя по моему не знаю сколько там но дофига 12000 или километров она проехал более-менее вот и поставил вот эту на границе россия беларусь вот как раз вот эту шину я оставил но я думал что она я ее взял она очень дешевая была и поэтому я подумал и как-то на тоненько вот она прям тоненько я подумал что в принципе я доеду только от гомеля до до курска вот но однако когда я доехал до курска она почти не подтёрлась то есть и вот этого даже вот эта полосочка тут какая-то продольная она не стерлась я думаю ну ладно дальше поеду короче атаки доехал до дома а это где-то 7000 километров но к дому уже подъезжала я понял что ей кирдык пришел то есть какая-то грыжа образовалась вот тут от стерлась и рыжем ну вот так но соотношение цена и скажем так качество вполне себе приемлемо и в общем на этом этапе я взял себе аж две шины о две шины кенда 2 эти две шины кенда я покупал в приложении в нашем в местном казахстанском стоили они мне около что-то там со скидками с какими-то 300 что ли получились тенге естественно в общем шины хорошие накатистые нормальные вот самые хорошие цена недорогая накат хороший что еще надо в этой жизни но они разные размерчики есть то есть по ширине данном случае это 32 миллиметра давление давление у него конечно ну так себе но она приемлемая от трех с половиной до шести ну пойдет для такого размера пойдет вес вот этой кенды 500 грамм ровно нормально в общем вот две кенды так еще одна это простая китайская такую я тоже когда-то брал в омске вот такую да в омске в этом году по моему 18 а нечего было брать особо то что то я взял на базаре вот такую вот только она была с полоской с белой но шинка точно такая же она была дешевая до рисуночек рисуночек вот такой вот где он там или так чтобы показать короче тоже вроде как полуслик какой-то листик с какими-то водоотводами нахрен не нужными но она у меня быстро накрылась а быстро накрылась по одной простой причине что я ее перекачал у меня на заднем ну то есть у меня на багажнике был груз почти 20 килограмм и чтобы катить хорошо и чтоб она не проминалась я ее короче перекачал кстати давление тут до давления здесь и давай 8 от 2 от 2 и 8 до 4 и 6 бар кстати она как-то даже называется ой сию сиюм какой-то энджика страшное дело я ее взял просто потому что у меня осенью ничего не было то есть прошло лето блин наступила осень я понимаю что мне надо на чем-то на аисте катать там лысая конкретно а то есть сейчас зима начнется и то есть вот эти сезонные продукты они уйдут нафиг а возникнут они весной вот сейчас весной а весной они будут стоить уже гораздо дороже я по-быстрому зашел на базар там еще как-то продавал уже было холодно но все таки там еще продавалась можно сказать последние деньки все это велосипедное там и собственно вот эта вот шинка была я не помню почему она по моему за три с половиной тысячи тенге я ее прессанул чувака на три тысячи маленько короче за 3000 вот я ее взял в принципе если вот я вешу 70 килограмм без груза просто кататься вот ну груз какой-то 10 килограмм на багажнике ничего страшного она проходит свои эти там бедные 67 тысяч ничего с ней хотя она ну такая резинка даже видно что она не черная на маленького какая-то сероватая что ли хотя у меня он есть дорогие шины которые тоже сероватый мать их и она как-то короче за свою цену тоже идет хотя возможно я и погорячился с этой китайской на тот момент ничего не было уже я так сказать заскочил уезжающий поезд последний вагон и вот эту хрень я взял ну пускай будет вес я же взвешиваю блин она весит 750 грамм да еще одна кенда эту я взял тоже это как осенью последний уходящий поезд заскочил так сказать тоже кенда но она большая то есть она широкая вот такой рисуночку не прикольный вот такой вот но не очень конечно по мне так чтобы вообще рисунка не было вся это забудает а просто вот чисто для продавая это как бы для покупателя подошел посмотрел о красивей как она не даром не нужно конечно но что поделать ну нарисовали так нарисовали пес ним эта шина весит 720 грамм размер 47 на 622 вот так вот при 47 но пацаны это 47 это очень и очень относительное потому что у меня она есть и сейчас стоит шины рубена там тоже написано по моему 47 но если я же измерил штангенциркулем ну нифига она не 47 а ровно 40 миллиметров шириной вот ну в надутом состоянии как она там должна быть так что это вот все так от лукавого качать эту шинку можно от трех с половиной до шести очков или как там по вашим баром не знаю что то я ее взял как тут на пробу смысле она как-то я чувствую она большенькая вот как вот эти рубена сейчас я и покажу а почем купил то она продавалась за пять штук поначалу вот но к осени видимо что-то он скинул что ли четыре с половиной но я у маленько подпрессовал чувака и он мне ее продал за три с половиной вот в принципе тоже не недорого короче у меня теперь такое количество шин этих я думаю вообще на мою жизнь это хватит черт возьми но великов тоже много итак самая интересная шинка л л кондишен короче это не он не он кондишен но вот тут написано да хотя это спеший ализет где тут почему то вот они спешили спеший ализет этот не выделили а ну вот нет наверно не прочитается он там что-то написано покупал в москве что-то мне надо было срочно покупать потому что я не помню на чем я приехал в москву но это было все из ряда вон но в плохой к по моему как раз китайская вот это стояла которой там я докатывал в качестве докатки у меня швальбы стояла по моему и так как мне надо было все равно швальбу убрать потому что она у меня докатка идет окупить что-то новое вот мы пошли на этот рынок их не помню как он там называется вот так как же называется нет не помню так вот долго там ходили смотрели эти все швальбы всякие мне хотелось антипрокольную потому что ну честно говоря я пока к москве подъехал я просто замучился блин вот это вот все это точнее я тогда не подъезжал кому короче я помню что возле москвы всегда очень много валяется корда от фур не знаю почему именно там но там очень много и по моей статистике возле москвы вот по этим общим трассам таким федеральным 150 200 километров прокол 150 200 километров прокол оболен я так замучился это клеит там поэтому я хотел антипрокольную вот это вот штука антипрокольная и она действительно я ее ни разу не прокалывался она очень легкая весит она 310 грамм 310 грамм вот она с одной стороны она какая-то вот этот научные ребята часы которые из себя умных строит это компаунд у них а вообще как бы состав резины он какой-то странный ну компаунд или там состав резины но факт то что он какой-то вот как будто пластмасса мне сначала по приколу показала что-то фигня вот она какая-то вот не такая и маленько сероватая тут идет прокладочка идет вот здесь вот прокладочка такая с тряпки это очень хорошо чтоб не протиралась борта хорошие тверденький и она вся такая вот какая-то тверденькая такая прям прикольно а размерчик у нее 25 ну 622 на 25 понятно у нее давление можно накачивать по моему 8 атмосфер я позыри где да но тут интересная какая-то градация от 8 до 8 и 6 бар 86 бар ну прилично такая и здесь антипрокольная хрень какая-то есть короче да вот я проехал ты здесь на нем и я ни разу не прокололся это конечно радует она тоненькая прям вот прям тоненько-тоненькая хорошая . ну как-то я не видел вот большой вот она выше то есть там было конечно какой-то вот что-то было какой-то рисунок но он уже стерся давно я их снял конечно но я их думаю я их все-таки докатаю вот тут даже вот эта штука вот если вот смотрите и она вот он она она сморщивается где-то возьми ну вот видно что вот эта сама резинка она отошла от той самой фигни которая антипрокольная и там пустота но когда их накачиваешь она в общем-то они нормально натягиваются все это ну вот в плане рисунка мне вот такие нравится то есть грубо говоря без рисунка самое лучшее ибо все это от лукавого все эти рисунки они даром не нужны пупырышки тем более это вообще в топку это нафиг не нужная фигня пупырышки вот эта шинка которая спеша лизет ну у меня две штуки же и это колесо естественно от аиста односкоростной и у меня такая мысль есть поставить ее вот я попробовал так но прикольно смотрится да за обод почти не выходит просто вот как обод так и резинка все смотрится элегантно надо сказать ну мне нравится так тоненько превосходно я может быть даже на аисте докатаю то есть вот эта шина она конечно и уже слабенькая куда-то далеко поехать на ней ну такое себе удовольствие но по городу по городу вообще на чем угодно можно вот блин шланг намотал какой-нибудь да ездить я на здоровье я не знаю чего народ париться ездить всю жизнь по городу вот до ездить и на чем угодно в мать ёвна также и седухой они там седухи какие-то выбирают английский болтаются возле города седухи берут зачем блин мне по городу вообще по барабану я могу фанеру припить какую-нибудь на седуху вместо седухи потому что ну по городу встал слил светофор но постоянные остановки идут там то глазу поковырял ты чё-то ждешь к вот тут сюда приехал все это коротенькие переходы переезды целый и зад не устает так что и с резинкой также но лопнет она где-то ну и пес ней блин смысле протрется она протрется там же вот это будет будет видно то есть она не сразу протрется а будет вот это вот лента самое так что ну да хочу как-нибудь до дома да и выброшу ее до на этих есть значок еще я забыл как он называется сейчас скажу вот там если будет видно он антиве ай какой-то или как там w ой короче такой значок прикольная хотя это хрень конечно все эти значки то есть вот где вот эта надпись вот здесь должна быть метка то я ее конечно заметил то есть когда надо менять шину то есть когда это метка сотрется как бы или до нее дойдет до этой метки значит надо менять шину а у меня это метка уже давно стерлась конечно потому что она высота и чёрт возьми я как-то по этим меткам не ориентируюсь мне они нафиг не нужно я не такой прям эстет чтобы прям вот вот меточка дошла и надо идти менять да и хрен с ней вот сколько едет столько как прорвется вот здесь вот значит все вот тебе и весь тебе ай так что это как бы тебя и прикольно конечно но это так для палаты номер 6 наверное что чтобы который совсем ничего не понимает блин а вот она моя самая любимая но она и самая дорогая надо сказать это швальбе швальбе вот так вот каяк хотя некоторые говорят что надо читать как кожак не знаю но как-то по-русски привычник каяк правильно ну вот каяк чем она мне нравится вот у нее самый главный плюс конечно это в том что она идеально гладкая то есть тут вообще ничего нет ни рисунков ни какой-то хрени вот этой то есть идеально гладкая вещь вот я на ней проехал тысячу километров где-то одни плюсы от этой гладкой во-первых накат хороший понятно во вторых она не кидает песок и всякую фигню грязь кверху то есть она не зацепляет ничего у нее еще один плюс есть к ней грязь не прилипает вот когда едешь заедешь такую полу жижу полу такая знаете ли типа консистенция тугой сметаны вот когда ты вляпаешься в такую грязь обычно все эти особенно зубастые шины они на себя наматывают всю эту грязь и конечно они никуда не едут как ни странно вроде как они покупают эти шины для того чтобы ну типа что-то там им проворачивать надо блин типа они мощные двигатели такие хотя нихрена ничего не проворачиваться потому что все это налипает шинка сама по себе большая на нее налипает вот такой шмат грязи и все забивается вся вилка забивается все к черту забивается они никуда не едут на ю тубе какой-то смотрел чуваки ехали по среднему уралу что ли где-то от какой-то там от какого-то населенного пункта до уфы помню компания была большая что-то они попали в такую грязищу там дожди и грязь и они там очень сильно мучились с этими шинами с пупыры они все там на пупырышках поехали даже какой-то один был на фэтбайке блин бедняга как он мучился там не знаю но был среди них один который ехал на каких-то более-менее сликовых колесики тоненьких и они на него говорят а к нему-то не липнет ни хрена как бы то есть ему очень повезло этому чуваку грязь и не липнет а остальные конечно тормозятся колупают этими палками едут потом опять колупают короче это такое себе мучение я вот на этой штуке проверял очень хорошо даже если что-то вот на ее какой-то налипает какая-то фигня такая особенно липкая на пониженную передачу берешь так их проворачивает я сама по себе очищается короче она прокручивается если резко давану по грязи едешь кстати не прокручивается насчет веса я не знаю я ее не взвешиваю не охота мне сейчас доставать весы но так понятно что они гораздо легче даже вот этих вот спешили зедов назвали же идиоты то есть ну грамм 250 наверно они все так приблизительно спортивного образца они где-то вот такие весят 300 250 300 грамм также она у меня идет докаткой ну она же складывается правильно ее можно сложить там и иногда я на ней вот как-то катался ну тысячи километров до проехал очень даже нехило второй раз такую брать ну не знаю может когда-нибудь да возьму если будет какая-то великая уценка но как-то я осенью зашел у нас в этом для буржуев есть магазин то ли папа там швальбе марафон продавался за 15 тысяч я еще что-то даже как-то так ломанулся вроде у меня мысль какая-то такая типа аха сейчас куплю а потом в этот же день по моему шок думаю дай зайду посмотрю на рынок смотрю вот это кинда лежит тем более он не его продал за три с половиной я думаю мать твою это сколько можно кин взять на эти 15 тысяч вот так что я передумал марафон брать но его в пендерявый вещь хорошая конечно да все но это все как бы дороговато мне вот этой пока хватит в качестве докатки легенькая положить можно куда угодно блин в общем удобная вещь да и ребзя вот она уникальная шина всех времен народов на которой я можно сказать лоханулся в девяностых годах еще рисуночек чем она мне привлекла внимание это вот такой вот она как бы остренькая здесь даже когда она надуется вот она будет все равно вот острая вот тут бортик и этот ништяк вот мне прям вот такие вот заходят у меня на джанте такая была тоже с бортиком прям остренькая и вот это тоже она довольно какая-то жесткая очень толстые борта надо сказать резина хорошая да это китайская это 90-е года знаете ли тогда вообще ничего не продавалось но просто тупо ничего не у нас на 26 колеса уже пошли конечно мне зачем 26 когда у меня был турист и мне нужно было срочно какие-то чего-то шины покупать вот я вот эту шинку купил у нее интересно написано это давление или что там где вот так вот до 150 килограмм то есть она может 150 килограмм водить что ли и вот тут давление что-то 600 чего-то но вот этих самых которых я нихрена не разбираюсь но по-моему 6 этих ампер говорю господи блин очков блин баров на ней присутствует какая-то красная полосочка вот продольная зачем не знаю внутри я не могу вернуть там она зелененькая короче зелененькая темно-зеленая внутри ну вот тоже полоска вот здесь вот темно-зеленая полоска но вообще шинка прикольная конечно но рёкся самый попадос в том что я ее конечно купил но я ее купил про запас так что у меня советские были я думал когда-то сотру там эту советскую она не стирается и не стирается ну на туристе спутники то моем так вот прошел на я ее купил и положил пускай типа лежит проходит проходит короче год или полтора вот такой рисуночек прикольный рисунок год или полтора проходит я думаю дай-ка я одену и короче это шли на не одевается то есть она одевается она просто пролетает со свистом вот так вот она больше то есть она вот визуально она незаметно что она больше она вот только-только вот то есть она чуть-чуть касается обода но она просто пролетает вот так вот я потом присмотрелся мать его вот такой вот идиотский размер оба не 622 а какая-то фигня тому ё-моё а вот 635 40 на 635 ну кстати это и не 40 тоже написали они какую-то фигню потому что вот я чувствую что она не будет 40 ну пишут ширина это вообще какую-то от лукавого она довольно тоненькая 28 может 225 от силы но у неё размер 635 так что я уже поздно я одел и как бы прикольно где барыги я уже к этому не пойду ну где-то он там на рынке или где торговал не знаю где его купил я уже забыл где покупал даже естественно я возвращаюсь не буду скажу барыга давай мне обратно деньги потому что мне не подошел размерчик а вот так вот короче вот эта шинка у меня так и осталось странная шинка потом я уже в интернете полез тогда интернет не был а там оказывается дофига всяких размеров масса это еще не один там еще больше и больше есть какой и шаг придумал кучу размеров не знаю но зачем-то придумай вот такая вот странная шинка шины велосипеда аист все сезонные абсолютно катаюсь постоянно в любую грязь это вот оно вот самое шины практически высы и вот еще одна шинка это многострадальная рубена так называемая рисунок у нее конечно это я снял заднего колеса и поставил на передние и она почти высы вот кардинально высы где она там собака но на этих высых колесах ну на заднем такой же выше абсолютно они одинаковы там уже тоже потерлась на этих колесах я езжу зимой зима у нас ого это вам не россия блин то есть снег снежный еще и лед ледный написано 47 ширина 47 но я его измерял штангенциркулем получилось ровно 6 по ушей говорит катер 6 блин 47 написано 40 ровно 40 также не знаю маленько подбирают конечно рубена где написано рубена сейчас покажу но он там где-то вот рубена если там видно маги и чех республик короче чешская республика но в общем это такие всесезонные шины зима лето осень весна постоянно блин на это велике езжу ему в этим шинам пофиг кстати они ни разу не прокалывались хотя они антипрокольной фигни нету никакой там но тем не менее ну в городе обычно шины и не прокалываются так что не знаю сколько я еще проеду но этим летом конечно они уже кряхнут я так понимаю но 7000 они про и 7 где-то нет не 7 7 400 проехали у меня у прошлого хозяина они еще есть но там видимо немного да я считаю чем лысее вот этот рисунок чем меньше рисунок тем лучше зимой ездить не так скользко но вот я не скажу как-то вполне мне мне хватает на этих колесиках по льду прямо по хорошему такому по мощному льду офиг иногда заносит задок но это даже интересно но это редко бывает ни разу не упал за 32 или три года езжу зимой вот на этих шинах ни разу не упал шины на велосипеде турист он же спутник эти шины самые раритетные по моему они древнее мамонта потому что они сделаны в ссср вот она собственно надпись сделана в ссср вечная буквально вот такой вот рисуночек у них они почему-то не стираются не знаю иногда кажется что эти шины вечные хотя вот тут вот есть российский стандарт но плохо в том что обод почему-то перекрывает надпись так что придется мне его наверно скачнуть эту шинку покрышку и посмотреть что там есть то хотя вот тут что-то видно r2 столе или r3 модели модели р2 сохранять сохранять чего-то там давление 2 и 5 по моему килограмм сила на квадратный сантиметр вот я скачал шину и там видно где там 622 на 32 а в скобках интересная надпись 27 на но это в дюймах я так понимаю 27 на что-то там 111 и я не понимаете дроби какие-то дебильные 1 и 4 что ли вот моделька моделька у нас тут в 3 вот тут есть у нас гост какой-то 80 что ли гост 80 я не помню это с 90-х годов по моему когда-то покупал даже не помню но у меня какой-то запас был это шина на ему где-то как минимум 10 или больше десяти тысяч проехала но рисуночек у нее в принципе еще отличный она еще будет ездить и ездить так мы его передняя ладно я перевернул велик переднее колесо показываю вот она шинка покрышка блин господи отлично еще чертова сколько проедет так а на переднем лучше видно тут за опыт не заходит вот сохранять давление 2 и 2 с половиной вот 622 на 32 27 27 на 1 и 4 или как это один и одна четвертая господи модель b3 гост а тут какой-то гост другой или не такой же 8 а восемьдесят девятый что ли ну и покрышки на велике жайн джайн на переднем колесе тоже какая-то непонятно то ли российская то ли что прикольно а здесь на заднем стоит континентальный таун райды сейчас поближе посмотрим так ну вот собственно название континентал таун райд что-то там еще пунктуре блин не знаю пунктуре протекции какой-нибудь это тоже что-то типа повуслика какого-то ну в общем у меня все такие приблизительно ибо попырышки мы не любим ну и вот так тоже еще вот тут еле-еле видно на 42 на 622 замазанная полоской светоотражающей короче давление до шести с половиной в общем хорошая шинка тоже не помню сколько она уже прошла ну немного конечно тысячи две а может три но тем не менее вполне себе устраивает меня до антипрокольные не тут и функции нету так что ладно ничего страшного тоже она такая себе как-то не знаю по дешману взял я не помню года три назад взял а может два года фактор что вполне себе меня устраивает нормальная шинка она еще нормально тем что она просто дешевая хотя борта как обычно болезнью всех этих континенталей борта трескаются сильно но ту этой пока не потрескалась некоторые говорят что это какая-то паленая хрень возможно поэтому и борта не потрескались может быть так на переднем колесе советское время распространенная моделька была тоже такая вот размерчик у нее тут 37 на 622 модель к 110 сохранять давление 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 у тут какие-то мега по а вот три очка короче что-то блин тяжело тут снимать вот такой рисунок у нее где он там о вполне себе приличный такой тоже еще долго проживет бесшумная вот с такими продольными полосками вообще зашибись замечательная в общем шинка но она маленько пошире 37 интересно сколько она если измерить короче тоже маленько соврали 35 миллиметров я сейчас измерил штангенциркулем получилось 35 ну маленько на 2 миллиметра и на ней уже вот такая вот надпись прикольная сделано в россии то есть уже не в ссср хотя тоже была по-моему куплена в 90 гост у нее тоже какой-то хитрый без в конце года нету 47 50 и все значок изготовителя уже какой-то к не знаю что это такое и вот тут хитрая информация какая-то 97 какие-то вот точечки надо сидеть расшифровывать 95 одна точечка 94 вот тут вот сколько-то точечек 93 ну вот вся информация про шинку в общем вот такой вот обзорчик небольшой небольшой получился конечно советская шина или там российская уже в принципе я не знаю они раньше делались в Омске но потом там благополучно по-моему нагруз этот заводик то и перенесено было в петро шину так называемую ну а с петро шиной там все печально как-то по-моему то ли это китай делает уже просто под брендиком колупает эти шинки хотя в принципе они неплохие тоже недорогие но они уже конечно стираются побыстрее маленько чем советские выделить можно всей этой толпы покрышек шина две антипрокольные только спешилизет и швальбу эту с ними конечно спокойно ехать не прокалывается зашибись все остальные антипрокольные хотя в городе я не помню в городе я за всю свою историю с 1994 года катания на велосипеде я один раз все прокололся и что возле дома где-то недалеко стекло было как сейчас помню все больше не проколол все проколы идут только на идиотских трассах где есть фуры где есть вот эти чертовы у них и корт стирается потом он перетирается остальными автомобильками получается такая вот тонехонькая остренькая хреновина маленькая такая и она обязательно проткнется и под москвой еще стекла море я не знаю что они там делают бутылки выбрасывают из окон автомобилей короче вся бочина в стеклах были все в стекле и естественно вот эти вот маленькие штучки да там антипрокольная нужно еще раз я уже говорил по моему вот а по нашему городу можно ездить вечность по моему хрен проколишься у нас таких проблем как бы нету так что и по накатику я ну не вижу разницы большой понятное дело если вот такенную шину я сейчас на пялю с пупырышками с такими агрессивными тогда дай агрессия сразу закончится на этом я буду ехать еле-еле как черепаха она этих шинках шона есть я прекрасно что нажаете на туристе вообще блин огонь гоняет все прекрасно так что вот такой обзорчик на на мои шины